В автоколонне 1791 состоялись антитеррористические учения. Задача – отработать действия руководства автоколонны и спецслужб при возникновении чрезвычайной ситуации. Вообще эти учения проводились по плану антитеррористической комиссии Сергея Позарского муниципального района. Такие учения проводятся на многих наших предприятиях города и района. Основная задача со стороны администрации была провести контроль проведения данных учений, зафиксировать выявленные недостатки. По легенде, на заправке, расположенной на территории автоколонны, найден пакет со взрывчатым веществом. Сотрудник охраны тут же сообщает о подозрительном предмете по рации. Территория, где лежит пакет, оцеплена. Что сделаете? Начинаете первую. Сигнал передается на пульт диспетчера по телефону 112. Все службы немедленного реагирования, полиция, МЧС, ФСБ, скорая выезжают к месту происшествия. Обнаружен бесхозный предмет. Вот огороженная территория в районе АЗС. Пакет там. Все. Пока огородили территорию, охранники наши никого не пропускают. Первыми обследуют территорию кинологи с собакой. Обход начали от ограждения. Собака дает понять – пакет небезопасен. Дальше дело за саперами. Теоретические алгоритмы действий в чрезвычайной ситуации отработали на практике. Считаю, что цели, которые были поставлены на тренировку, достигнуты. Работники действовали уверенно, слаженно, организованно. Заметили систему оповещения у нас. Немножко почему-то оказался телефон управления МВД. Старый у нас оказался у диспетчеров. Будем это устранять. По линии 112 звонок прошел вовремя. Следственно-оперативная группа у нас готова к работе. Следователь, эксперт. Все. То есть прибыли. Все. Мы им тоже отбой даем. Все. Да. Все. Спасибо. Спасибо. Учения по антитеррористической безопасности в автоколонии 1791 проводятся ежеквартально. Правила поведения во внештатной ситуации изучают все – от руководителя до водителей кондукторов, которые находятся в рейсе. Ирина Белякова, Евгений Шевченко. Программа «События».